Если порт Ольве сегодня и принято такое решение, балансодержателям, министерствам, передать его в концессию, перейдет в частные руки, возможно, иностранного инвестора, то, естественно, частник, он в первую очередь заботится о своем капитале, о минимизации своих затрат, в том числе по любым направлениям, кроме того, что может ему непосредственно принести прибыль. Мы также понимаем, что увеличение грузооборотов в порту неизбежно приведет к увеличению нагрузки техногенной на дороги города Николаева. Сегодня министерство, предполагая концессию, предлагает, что порт, если концессионер возьмет порт в концессию, то он должен будет построить в течение нескольких лет за 1 миллиард 560 миллионов зерновой терминал на 2 миллиона тонн в год. То есть у нас еще фактически на 2 миллиона тонн может вырасти грузооборот в данном порту. В то же время министерство говорит, что вот 5% от этой суммы, то есть там 78 миллионов, может, будет, ну, как одно из условий, будет перечислено в бюджет города Николая. То есть 35 лет в будущем порт будет благополучно каким-то зарубежным инвесторам или, может, даже и украинским использоваться, из него будет извлекаться прибыль, городу будет наноситься ущерб, но город получит аж 78 миллионов. Мы же предлагаем немножко по-другому, что город возьмет этот порт, будет организовывать там хозяйственную деятельность, не будучи стивидором, не занимаясь стивидорной деятельностью. В общем-то так, как сегодня в лучших европейских практиках в портах Европы, Антверпен, Гент, Брюге, Роттердам и так далее. И город является активным участником этих процессов, не ведя стивидорную деятельность. То есть, если город будет управлять по модели лендлорд, управителем, так сказать, земли, город сможет развивать там технопарк, город сможет проводить, привлекать частных инвесторов, частных стивидоров, которые будут заниматься там стивидорной деятельностью. Субтитры создавал DimaTorzok